Спасибо. А, это мы, по-моему, тоже сделали. Мы сделали эту мечту. Да, мы сделали эту мечту. Это прошлая мечта. Мы учили про то, как, да, папа, что мы ему доверяем. Если отец забыл, кому посвятил, и приходит жених, да, или приходят даже два жениха, да, какая ситуация, как мы решаем это. Это была прошлая мечта. Сегодняшняя мечта. Что мы верим отцу, если отец говорит, стоп, 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 мою девочку нельзя замуж. Я ее, я принял за нее кедушин, когда она там была маленькая. И поэтому она запрещена всем мужчинам. И мы верим ему. И с геморрой мы учим, даже геморрой учит этой истории. В книге Дворим написано так. И скажет отец этой девушки, старейшинам, что дочь свою отдал я этому человеку в жены. Как сказано, когда он говорит этому мужчине, он как бы запрещает ее для всех. Потому что мы не знаем, кому именно, он говорит, какому-то мужчине. Но когда он говорит, азе этому, и тиран азе, то он хотя бы разрешает ее этому, про кого сказал. Так приходит наша мечта научить нас, что мы не можем верить, если он скажет, что с ней был кедушин, а только если она была маленькой. Или наарой, наарой, это вот этот возраст от 12 до 12,5 лет, то есть пока она не выросла, не называется Бугарет. А как только исполняется этот возраст, 12,5 лет, уже мы не можем верить ему, что он принял кедушин, когда она была маленькая. Поэтому приходит мечта научить нас, что даже в наше время, если отец такое говорит, мы ему верим. Но, несмотря на то, что мы верим ему, что он принял за нее кедушин, мы не верим ему, если он пытается сказать, что она была похищена. Есть такой закон, что если девушка была похищена, то она не может выйти закона. Считается, что похищенных девушек, как правило, насилуют, и получается, они уже не девушки, и она не может выйти закона. Потому что любая девушка, которая вступила в интимную связь с мужчиной, за которого она не смогла бы выйти замуж, если бы даже захотела, то есть это просто запрещено законом, то она, короче, не запрещена для коина. И поэтому, если он вдруг говорит, а, вы знаете, мою дочку украли там, пленили на два года, с семи до девяти лет, потом она вернулась. Да, вот такие вещи, да, не верим. Итак, говорит Мишна. Говорит Мишна так, и как раз к нам присоединился Дима. Говорит Мишна. Кидашти эт бити. Если человек говорит, вот, я принял кедушин для свою, я свою дочку выдал замуж. Как мы сказали во вступлении, да? То есть, выдал свою дочь замуж. Бокер Товдим. Итак, Мишна говорит. Приходит отец и говорит, вот, я свою дочь выдал замуж. Кидаштиха вегера, штиха киши и ктана. Я ее выдал замуж и развел, то есть муж там, она успела, оказывается, быть его женой, потом он еще успел с ней развелся, развестись. И все это было, когда она была ктана. Ей даже двенадцать лет не исполнилось. И она в этот момент, когда он это говорит, все еще ктана. То есть, ей все еще не исполнилось двенадцать. То есть, девочка одиннадцать лет. А папа утверждает, что в семь лет выдал ее замуж, а муж через год дал ей разводное письмо. И ей все еще одиннадцать. То есть, ей еще не исполнилось двенадцать с половиной, когда она становится взрослой. Тогда мы отцу верим. То есть, когда он говорит, что я свою дочь выдавал замуж, знаете, да, мы ему верим, доверяем. И когда он так говорит, что да, там, и если он говорит, она была, она замужем, то мы действительно запрещаем ей любого мужчину, кроме того, про которого говорит отец. Как мы объяснили выше. А когда он говорит, кидаштига, выгираштига, я ее выдал замуж и получил гет. То, соответственно, мы ему доверяем, что она теперь свободна для любого мужчины. Но запрещена будет кое-нуши. Потому что мы доверяем отцу, пока девочке не исполнится двенадцать с половиной лет, он что-то про нее говорит, мы полностью доверяем отцу. И поэтому, если отец говорит, что да, она была, я ее выдал замуж, но муж потом, да, через неделю с ней развелся, то она уже груша. То есть, она уже разведенная кое-ну, она будет запрещена. Теперь, если но, если отец говорит, кидаштига, выгираштига, киши их тана, варе их дула. О, вы знаете, когда она была маленькая, я ее выдал замуж, а потом муж дал ей разводное письмо. Но когда отец это утверждает, она уже дула. Она, ей уже восемнадцать лет, там, или ей четырнадцать лет. Да, ей тринадцать лет. То есть, больше двенадцати с половиной лет. Она называется Бугерет по закону Торы. Тогда Ахшави Квар Бугерет Шиквар Естамир Шиквар Естамир Шиквар. Она уже вышла из... Отец уже не имеет таких прав на нее. Эля Шио умерщики дэшбэгишабизманши, а это просто что? Но отец утверждает, что когда она была в его владении, потому что она была маленькая, вот это произошло. Эй, но, Нейман, мы не верим отцу. И отец не может сделать ее теперь на утверждении того, что было в детстве, где ж ты был, что ты молчал. Сейчас, когда она уже Бугерет, мы тебе не верим. И этого недостаточно, чтобы запретить ее коину. Но, если отец говорит, нишбэт уфидидатиха, нишбэталэ вейна гуим уфидидиотам и ядам, что она была похищена неевреями, и я выкупил ее из их рук, да арей губалы послали куунавеца фэкзуна, и тогда получается, что он тем самым делает ее непригодной к кеуне, потому что она сафэкзуна, то есть, как мы сказали, да, скорее всего, девушку насилуют в плену. Бен шииктана, бен шиикдула эйнонэйман. И тогда, независимо от того, маленькая она, на тот момент взрослая она, мы не будем доверять отцу. Афилу кешииктана, инонэм, даже когда она маленькая, почему? Послала кунаш, шелоге эммина тора лэав альбиток кешииктана, он аара элабинян нисуй навалобинян шуя. Дело в том, что Тура дает определенные права и доверительные отношения с отцом, но только касательно ее дел, связанных с кедушином. Там, за кого она вышла замуж, как она там развелась, то есть, касательно свадеб, но касательно других каких-то заявлений, а вот, вы знаете, ее похитили, ее там не похитили. Такие вещи не дала, такие права, беззаветно верить. Друзья, свидетели, как обычно, человек, который сказал в момент смерти, если больни, то есть, человек умирает, и вдруг перед смертью все в шоке, он говорит, у меня есть дети. Жена такая, как есть дети? У нас детей нет. Нейман, мы ему верим, и его жена не будет Евамой. То есть, да, как бы у них детей нету, но муж перед смертью признался, у меня есть ребенок. Потому что он, да, он по-другому, он не то, что обнуляет презумпцию, говоря, что она там не Евама, или что-то, он просто по-другому. Он говорит, слушай, у меня просто есть дети, либератный брак здесь не применим. А вали много узак, лобе ахим, в лобе ваним, веним саше айта бах искатше, и на заскукало ебум. Но если... Неизвестно, были у него братья, были у него дети, веним саше айта бах искатше, и на заскукало ебум. То есть, и она вообще, как бы, даже никто не думал, что у нее может быть ебум. А он говорит, ешли ахим, а у меня есть братья. И имейте в виду, если я умру, и у меня у нас есть детей, то, знаете, у меня есть брат. Поэтому она не может, она должна найти этого брата. Эй, но, нейман, мы не верим ему. Потому что, как бы, ну где, как это братья? Никто никогда не слышал про то, что у тебя был брат, и как это так? И мы не будем менять статус женщины бедной, что она вечно будет ждать какого-то мифического брата, о котором муж перед смертью сказал. Потому что он хочет изменить ее статус. То есть, она, как бы, свободная, а он хочет сделать из нее иваму. А в предыдущем случае с сыном, он именно, как бы, сказал, слушай, я не важно, кто из нас, просто знаю, у меня есть дети. А, значит, у меня есть потом, значит, продолжение есть, значит, просто не нужен имератный брак. Если у человека есть несколько дочерей, и он получит деньги в качестве кедушина для одной из них, но не сказал, какую конкретно дочь дали кедушин. есть ли у человека несколько дочерей, и приходит к нему загадочный принц и дает ему кедушин для одной из его дочерей, но не сказал, для какой. Говорит, Мишна, взрослые девочки не идут в счет. То есть, очевидно, речь идет только про тех, кому до 12,5 лет. Потому что, если уже 13 лет, то она считается бог Герет, и отец не имеет ни силы. А это значит, что он должен был кольцо давать не отцу, а ей. А, раз он дал, значит, будем разбираться хотя бы между маленьких девочек. Потому что обычно человек, есть такой закон, старается исполнить заповедь сам. И поэтому, как бы, если это было возможно, он бы, конечно, и он имел в виду взрослую девушку, он бы исполнил заповедь сам, передав ей кольцо, а не через кого-то. Но все девочки маленькие, до 12,5 лет, сколько у него там было дочерей, они, да, действительно, подпадают под софе кедушин. Потому что даже кедушин, который не может привести к Саитию, как в данном случае, ты кедушин дал, но непонятно, кто из этих девушек стал его женой. Поэтому мы никогда ни одна не сможет быть с ним. Тем не менее, все равно это кедушин. И поэтому придется всех девочек разводить и давать им гет из сомнений. Окей. Девятая мишна, а мы с вами скажем, лейлуй нишмат, уже начался урок. Сегодняшняя мишна, Роза Батмоисей, Дина Батлев, Руна Батлев, Елизавета Батлев, Мала Батаврам, Мария Батаврам, Николай Батаврам, Левхо Батакива, Давид Бен Хаим, Гидалья, Татьяна Хая Батмая, Алик, Давид Бен Айзек, Анулав Минброха, Менухатам, Деганеден. И Шарко, ребята, я с вами прощаюсь. Силы. Куча. 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 Куча.